В эфире итоговая программа. Здравствуйте! О событиях недели расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Ремонт мостов через реки Павловка и Листвянка привлек внимание прокуратуры. Легкие города нуждаются в уборке. Почему лесопарк превратился в свалку? В Старожиловском районе из-за паводка деревня оказалась отрезана от внешнего мира. Проблема рязанских дорог не перестает быть актуальной, даже когда их ремонтируют. И кажется, что светлое будущее с ровным дорожным покрытием не за горами. Как это часто бывает, исправляя дно, мы порой мудряемся сломать другое. В этот раз был выявлен факт загрязнения водоохранной зоны рек Павловка и Листвянка. Причиной тому стал ремонт двух мостов на Михайловском шоссе. Развязку на Михайловском шоссе построят в 2018 году. Дорога будет четырехполосной с расчетной скоростью движения до 120 км в час. Развязка включит в себя строительство и реконструкцию трех мостов, путепровода и двух крытых наземных пешеходных переходов рядом с автобусными остановками. Протяженность участка строительства составит 2 км. К строительству долгожданной развязки приступили. Сейчас дорожники перестраивают два моста на реках Павловка и Плетенка в районе окружной дороги. А между тем рязанцам забили тревогу. В Межрайонную природоохранную прокуратуру поступила информация о нарушении природоохранного законодательства в результате строительства этих самых мостов. Как оказалось, местные жители вынуждены любоваться горами строительного мусора, теперь украшающего берега рек. Как показала проверка, в ходе строительных работ мусор, грунт и использованные строительные материалы не вывозятся, как полагается, а так и остаются на месте стройки. Тем самым не только портя весенний пейзаж, но и угрожая нанести урон экологическому состоянию рязанских рек. Данная информация о данных фактах направлена в органы контроля для рассмотрения по существу и принятия необходимых мер, по результатам рассмотрения которых будет дана оценка о наличии либо отсутствии нарушений режима использования водоохранной зоны данных рек. На самом деле, при строительстве и капитальном ремонте мостов нередко происходит загрязнение рек. И кажется, что в этом нет ничего страшного, ведь строительный мусор, в конце концов, это не нефтепродукты. И находится он даже не в воде, а на берегу. И тем не менее, последствия халатности дорожников могут быть очень серьезными. Особенно, учитывая тот факт, что за окном весна. Грядущий паводок и дожди могут смыть грунт воду, что неотвратимо приведет к загрязнению водного объекта. Конечно, отразится это и на водных обитателях, и на экологическом балансе в целом. В особо тяжелом случае, говорят экологи, реки могут изменить свое русло и даже обмелеть. В администрации на этой неделе пообещали очистить город от мусора до 1 мая. Сошедший снег обнажил больное и одновременно позорное место Рязани. Мусор остался лежать буквально повсюду. Особенно обидно, когда грязно там, где все есть для того, чтобы гулять и наслаждаться природой. Например, в городском лесопарке. Почему легкие города буквально утопают в мусоре? Расскажем в следующем сюжете. В августе 1955 года было решено построить Рязанскую ВДНХ. Но участок под строительство был выбран неудачный. С высоким стоянием грунтовых вод почти каждый год это место захватывал разлив оки. В избежание потопов решили создать сеть подземных каналов, а луга на подступах к выставке засадить деревьями. Высаживали лесопарк на общественных началах. Возник он в середине 20 века по инициативе первого секретаря обкома Ларионова Алексея Николаевича. И по сути это его детище. Но не в этом уникальность, а в том, что каждое дерево именное. То есть оно посажено конкретным рязанцем. Такая всенародная стройка была. Спустя уже два месяца, в октябре 1955-го, выставку открыли. 22 выставочных павильона. Каждый представлял определенную отрасль народного хозяйства. Сюда везли на продажу молоко, творог, прочие продукты из деревень. А в лесопарк саженцы вязов и дубов из подмосковных питомников. Луга были сплошь засажены вплоть до окида самой, до ореховозер включительно. Были засажены разными породами деревьев. Но преобладал тополь, липа, осина, береза, клёны несколько видов было. Площадь, которую охватывает лесопарк сегодня, засаживали в течение шести лет. За это время рязанская ВДНХ оказалась нерентабельной. Закрылась и превратилась в торговый городок. Первому секретарю Рязанского обкома Алексея Ларионову сделали в Москве выговор за непрактичный проект. Количества товаров для таких больших павильонов попросту не было. А лесопарк столичные чиновники упустили из виду. Он и не стоил государству ни копейки. Но когда деревья подросли и укрепили своими корнями почву, окские разливы практически перестали доходить до торгового городка. Но этот факт никто не оценил. Почистить русло, благоустроить, получится, ну, может быть, даже парковую среду создать реально. То есть из лесопарка превратить его в полноценный городской парк. И назвать его, кстати, Ларионовским. Потому что в этом году, в августе, исполняется 110 лет со дня рождения этого удивительного человека, который, ну, поднял Рязань, если хотите, ну, на своих плечах. Как и сегодня, не ценят сами горожане лесное сокровище. Любимое место для прогулок и отдыха. Занятия спортом, катание на велосипеде и роликах. Сейчас больше похоже на свалку. В любое время года здесь можно увидеть спортсменов на пробежке или играющих детей. Но растаявший снег оголил больное место парка. Памятник природы завален мусором. Такие бутылки и мусора, по-моему, слишком много. Хотелось бы, чтобы больше было природы, насаждений всяких. Смотрите, видите, от домов сколько. Ну, как, почему? Надо, чтобы убирали. А кто должен убирать? Ну, как это? Город? Грязно. Грязно. Надо убираться. Новый губернатор может примет какой-нибудь у нас этот шаг к уборке мусора из города. Даже хорошая погода и чистый воздух сегодня не радуют тех, кто гуляет в городском лесопарке. Из разных районов города люди приезжают сюда подышать воздухом. Не случайно называют этот лес легкими города. Два с половиной километра у нас до Орехового озера. И назад два с половиной. Как раз, чтобы быть здоровым человеком, надо совершать в день пять тысяч шагов. Вот эти пять тысяч шагов и предоставляют нам лесопарк, так сказать, с хорошим воздухом. Но сегодня лесопарк нуждается в реанимации. Правда, в администрации уборку здесь планируют только через месяц. Просто-напросто закрепить за каждым предприятием советского района какой-то кусок лесопарка. У нас, например, РГУ есть, две тысячи человек учатся там. Приборный завод в советском районе. Они уберут это все за полчаса, если выйдут все вместе. И будет какое-то единение, какое-то общее дело. Собирать бумажки, заставлять городские власти – это смешно. Они должны решать более серьезные проблемы – это благоустройство, освещение, санитарный уход и так далее. Жители областного центра превратили зеленую зону в настоящую свалку. Бутылки, пластиковая посуда почти на каждом шагу. Собрать мусор и отнести до ближайших мусорных контейнеров, как оказалось, для многих задача непосильная. Да и они сейчас переполнены. А пока лесопарку остается только ждать уборки. И когда здесь, наконец, заработает правило – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Жизнь в лесопарке, кстати, не замирает никогда. Круглый год здесь гуляют и занимаются спортом. Летом открыт купальный сезон. Зимой катаются на лыжах, а ранней весной приходят полюбоваться на разлив. Сейчас там действительно впечатляющая картина. Узкое место, которое отделяет Аку от озера Орешек, полностью забрала вода. Можно видеть, как быстрое течение уносит лед, а озеро пока еще спит под крепким слоем льда. Такой пейзаж по достоинству оценили и некоторые горожане. Они подъезжают полюбоваться природой на автомобилях вплотную к воде. Проезд сюда, кстати, запрещен. Об этом сообщают дорожные знаки. А некоторые и вовсе по вечерам жарят шашлыки на берегу. Такой досуг здесь разрешен, пока не объявлен пожароопасный период. Лишь бы убирали за собой мусор. В Рязанской области в настоящий момент в результате весеннего половодия потоплено участок автодороги и два моста. Вышедшая из берегов Акам залила участок дороги в районе населенных пунктов Коростова и Заокская. В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительство региона посетили отрезанную паводком деревню. Начальник главного управления МЧС Сергей Филиппов и министр региональной безопасности и контроля региона Андрей Глазунов встретились с жителями отрезанной половодием деревни Бутырки Старожиловского района. В мероприятии приняли участие представители администрации Старожиловского района и Мелекшинского сельского поселения и областных общественных организаций. Сергей Филиппов рассказал сельчанам о предстоящем пожароопасном периоде и мерах, которые жители деревни могут самостоятельно предпринять в целях охраны жилых домов. Он передал им два ранцевых огнетушителя, научил пользоваться устройством и пояснил, в каких случаях их применение наиболее эффективно. Есть возможность для того, чтобы вовлечь население именно и повысить их ответственность за безопасность как себя, так и соседей и территории населенных пунктов. Жители рассказали, что они с пониманием относятся к весеннему половодью. Многие специально в это время планируют отпуска. В случае необходимости в любое время можно воспользоваться лодочной переправой. В свою очередь Андрей Глазунов отметил, что совместно с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог прорабатывает план по строительству моста через реку Проня. В целом мы увидели, что глава района, глава поселения, мероприятия необходимые по минимизации и по стабилизации обстановки в случае необходимости выполнены. Сергей Филиппов уточнил список добровольных пожарных деревни Бутырки. Также он дал поручение руководству добровольного пожарного общества проработать вопрос привлечения местного населения в свои ряды. В целом считаю, данные населенные пункты обеспечены всем необходимым на период весеннего половодия. АК продолжает выходить из берегов. На крупнейшей реке центра России паводок начался почти на месяц раньше обычного. Снег тает очень быстро, а вместе с ним и лед. Выяснить в сантиметрах масштаб предыдущего паводка мы попытаемся в следующем сюжете. Уровень воды в Аке активно повышается. Реки области практически освободились от льда. В трех районах затоплены низководные мосты. В регионе началось половодие. За минувшие сутки вода в Аке поднялась почти на 11 сантиметров от нулевой отметки и составила 236 сантиметров от графика гидрологического поста. Об этом нам рассказал начальник гидрометеорологической службы. Наблюдение проводится, как правило, по затопленной свае. Эта свая первая не затопленная. Как правило, технический обладатель ищет чуть ниже притопленную сваю, заходит в болотных сапогах немножко в воду и меряет высоту. Можно производить замеры по свае, которая самая первая. И в этом случае делается так называемый минусовой отчет. Вот свая номер 9 имеет приводку 250 сантиметров над нулем гидрологического поста. Где-то 12 сантиметров. 12 сантиметров минусом, значит 250 минус 13 сантиметров, получается уровень 237. То есть уровень по сравнению с 8 утра вырос на 1 сантиметр. Каждый день в 8 утра и в 8 вечера на пост приходит техник-наблюдатель и замеряет, насколько поднялась вода за 12 часов, без выходных и праздничных дней. Делается это уже на протяжении многих лет. Старейший гидрологический пост Рязанской области находится здесь, на Кремлевском валу. В этом году ему исполняется 140 лет. А это значит, что на протяжении почти полутора веков сюда приходят каждый день, утром и вечером. Сотрудник гидрометслужбы замеряет уровень воды. Максимальный исторический, наивысший уровень воды наблюдался на реке Окео у города Рязань 24 апреля 1908 года. И он составил 839 сантиметров над нулем графика гидрологического поста. Весна в этом году ранняя и устойчивая. Считается, что достаточным уровнем выхода воды на пойму реки является 300 сантиметров. По гидрологическому прогнозу по нижней границе у нас прогнозировался уровень 250 сантиметров. Вот если еще 2-3 дня будет небольшой подъем, а он скорее всего будет, потом будет некоторая стабилизация уровня, то мы гидрологическом прогнозе попадается. И здесь же, недалеко от гидрологического поста, первые проказы весеннего половодья. Местные моряки Кремлевской пристани решили помочь наступившей весне и не дожидаясь ледохода. Кололи лед, чтобы он скорее ушел по течению. Но близлежащий понтон такой нагрузки не выдержал. Тросы крепления моста к берегам обрывались. Сотрудники благоустройства города не растерялись и в короткие сроки устранили проблему. А жители острова под Кремлем не оказались оторванными от своих домов. Новый руководитель региона продолжает знакомиться с областью. На этой неделе Николай Любимов побывал в Рыбновском районе. Это вторая его рабочая поездка. Знакомство с районом Николай Любимов начал с предприятий. Здесь работает один из крупнейших в Европе молокозаводов. Побывал исполняющий обязанности губернатора и в музей-заповеднике Сергея Есенина. Ему показали, где жил поэт и какие личные вещи сохранились. Весенняя копель бывает не только на улице. В этом убедились жители одного из рязанских домов. На улице Вишневой в доме номер 21 на днях произошел грандиозный потоп, в результате которого водой залило несколько этажей. Эпицентр происшествия находился в одной из квартир на 13 этаже. Там сорвало заглушку и поток воды хлынул вниз. Водопад наблюдался даже в шахте лифта. Затопленными оказались десятки квартир. Происшествие случилось в новостройке. И теперь жильцам всерьез придется взяться за ремонт. К другим темам. Выяснилось, что профессия швеи остается самой востребованной на рынке труда в Рязани. Мастера своего дела требуются в различных сферах, начиная от ателье до мебельных производств. Занять свое место может любой желающий. Для этого, кстати, не обязательно иметь высшее образование по соответствующей специальности. Нитка и иголка. В руках умелой мастерицы эти простые инструменты способны создавать настоящие шедевры. Однако швея – это не просто профессия. Чтобы придумывать модные юбки и платья, нужно чувствовать цвет, знать разнообразные фактуры ткани и уметь правильно с ними обращаться. Эта машинка используется для обработки швов. Она одновременно обрабатывает швов и обрезает его. Начать осваивать ремесло рекомендуется изготовление прихватки или фартука. Невозможно испортить и простые юбки. Сейчас элементарные юбки солнца. В принципе, там только крой понять. Размер талии, длину юбки, один шов, юбка готова. Потом платье-трансформеры. Но это опять нужно информацию из интернета. Просто там обрабатывается кусок ткани и разными методами закалывается, завязывается. Екатерина Семкова увлеклась шитьем в седьмом классе. В далеких девяностых только-только начали появляться куклы Барби. На 13-летней девочке детские игрушки покупать отказывались. Поэтому Екатерина придумала хитрость. Я дружила с девочками, которые помладше, намного младше. Первый, пятый класс. У кого были эти куклы? Я им шила наряд. Для меня такое счастье было подержать в руках эту куклу. Шить на нем какое-то элементарное платье. Вот от этого, наверное, началось. Ночи без сна. Просмотры показов моды, где девушки в платьях от Юдашкина и Зайцева скользят по подиуму. Екатерина настолько влюбилась в профессию, что желание подчеркнуть индивидуальность человека и сегодня толкает ее к саморазвитию. А вот вершиной мастерства она считает мужские костюмы и шикарное платье. Обращаются девочки и большого размера, 52-й, 54-й. Они же выпускницы, они тоже хотят быть красивыми. Представлены в магазине, ну прям вот, ну очень скромный ассортимент. Хочется ее тоже сделать эффектной, чтобы она тоже почувствовала себя королевой, свою первую балла. Не хочется быть одинаковым, все-таки однотипно. Все у нас в основном в магазинах. Неоднократно также перешевала старые вещи. Тоже они приобретают новую жизнь. Однако стоит помнить, что профессия швии – это огромное поле для фантазии и в то же время ответственность. Ведь, приходя к специалисту, люди надеются, что им не просто сделают качественную вещь, но помогут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, чтобы они могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации. С наступлением тепла на улицах города начали появляться скейтбордисты и велосипедисты. Одновременно с этим, что в занятиях скейтбордингом есть масса плюсов, некоторые рязанцы думают иначе. Наш корреспондент выяснила, чем недовольны жители города и где искать выход из сложившейся ситуации. В августе прошлого года скейтбординг, как и еще четыре вида спорта, был включен в программу Олимпийских игр. Уже в 2020 году скейтбордисты смогут представить свои программы на Олимпиаде. Однако там все трюки будут регламентированы, а любители катания на досках – люди вольные, которые с удовольствием сами изобретают новые пируэты из года в год. В Рязани зачастую это происходит вблизи памятников и социально значимых объектов. Вот я живу на Циолковского, и там памятник, значит, уткину и еще один памятник, космонавту. Вы представляете, они прям заскакивают на постамент. Мрамор уже весь обит. Если из мрамора, я думаю, вряд ли. Если же вот из брусчатки туда, брусчатка, конечно, ломается, трескается от каждого удара. Брусчатка или мрамор, конечно, это не важно. Понятно, что памятники созданы для другого. Как раз для того же юного поколения, представители которого и занимаются скейтбордингом. Однако по закону молодые люди не совершают правонарушения. Езда по постаменту не является вандализмом. Скейтеры не рисуют на памятниках, не сверлят их. Но тем не менее неравнодушные граждане часто вызывают на них полицию. Местные жители, которые недовольны нашими щелчками и громкими звуками, они вызывают полицию. И полиция к нам снисходительно относится. В основном все заканчивается тем, что скейтеры уезжают в другую точку города и катаются там. Хотя прыжки по трубам внутри недавно отремонтированного фонтана возле цирка явно могут привести к его разрушению. Скейтеры говорят, что занимаются любимым делом там, где могут обеспечить себе тренировку. В Рязани нет профессионального скейтпарка. Даже те, которые имеются, по мнению самих скейтбордистов, выполнены непропорционально, без учета потребностей спортсменов. В сторону Солочи, как ехать. Довольно-таки далеко добираться. Но парк вполне неплохой. Есть еще скейтпарк в Дашка, где-то ЦЕвропа. Но очень ужасно исполнен. Опять же, сделан частными лицами. Не знаю, зачем вообще его построили. Он абсолютно непригоден к катанию. Во многих городах существуют скейтплазы, сооружения, выполненные из бетона, на которых скейтбордисты могут упражняться в трюках. Для удобства молодых людей они зачастую расположены в разных районах города. Нам трудно тут тренироваться вообще. Тем более на спотах, на тех местах, в которых мы катаемся, на памятниках. Ступеньки везде, повсюду. Просто повсюду прогоняют. У большинства рязанцев, которые прогоняют скейтбордистов, сложилось представление о том, что они хулиганят. На самом же деле, в городе просто нет места для катания, кроме улиц. Молодцы, что катаются. Ни наркотики, ни ехолотили этих компьютеров. Хоть занимаются спортом. Физкультура, хоть что-то не у компьютера сидят. Конечно, надо бы им какой-то центр создать, где бы они могли этим заниматься. В Москве, к примеру, даже в Парке Победы полиция скейтеров не прогоняет. Отношения людей там к ним более привычные. Если шагнуть еще дальше, стоит отметить, что это направление покорило мир. Создаются и компьютерные игры на основе реальных героев. Тони Хоук – мастер своего дела. Его прыжки входят в книгу рекордов Гиннесса. Не стоит забывать о том, что в мире проводится масса турниров среди скейтбордистов. И наши рязанские любители экстрима часто выезжают в другие города, чтобы показать, на что они способны. По поводу соревнований, могу сказать так, их проводится много. Они проводятся в разных городах, но в основном все эти соревнования, они частные. То есть они идут не от государства, не от каких-то частных компаний, которые просто своими усилиями для того, чтобы поддерживать все это направление. Там выделяют деньги из своего бюджета, а не из бюджета какой-то городской администрации. Направление набирает оборот. Во всем мире, и в том числе в Рязани, с каждым годом становится все больше скейтеров. И вопрос о том, прогнать их или нет, с постамента памятника, возможно, скоро перестанет быть актуален, если сами скейтеры аккуратно будут относиться к сооружениям. А этому виду спорта в стране будет уделяться больше внимания. В частности, будут созданы условия для тренировок, чего так желают сами скейтеры. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова прошли всероссийские студенческие состязания, лапароскопические игры. В Рязань приехали команды студентов из медицинских вузов страны. Мероприятие по задумке организаторов мотивирует студентов к профессиональному развитию и повышает качество подготовки будущих хирургов. Всероссийские состязания среди студентов. Лапароскопические игры впервые проходят в медицинском университете. В течение двух дней студенты старших курсов, интерны, ординаторы и аспиранты демонстрировали хирургические навыки. На тренажерах и в учебной операционной ребята выполняли швы, удаляли аппендиксы, грыжу, ушивали раны лапароскопическими инструментами. Основная цель это безусловно улучшить хирургические навыки у нашего подрастающего поколения, у молодых хирургов. Новизна наших именно Олимпийских игр в том, что помимо того, что традиционно идут конкурсы на коробках, сегодня уже конкурс на лабораторной свинье. Это живой материал. По сути, все операции, которые будут сегодня выполнять молодые хирурги, по сути, большинство из них еще студенты, они точь-в-точь повторяют операции у живого человека. Обменяться опытом, продемонстрировать навыки, научиться новым методам и подходам. В Рязань приехали шесть команд из вузов Москвы, Воронежа, Ярославля, Орла и Великого Новгорода. Седьмой стала сборная Рязанского государственного медуниверситета. Участники – студенты старших курсов, освоившие знания по общей и оперативной хирургии и прошедшие подготовку на специальном оборудовании. Это, на мой взгляд, одна из наиболее интересных областей хирургии. Это современная развивающаяся отрасль, которая несколько сложнее, чем открытая хирургия, позволяет проявить свои способности. Нужно умело работать обеими руками сразу, потому что это основа лапароскопической хирургии, точность движений. Здесь не должно быть никаких лишних движений. Чтобы попасть в финал и приступить к операции в Ветлабе, участникам пришлось продемонстрировать практики на обычных фантомах и на лапароскопическом симуляторе. Организаторы и участники, судейский состав – все отмечают факт. В нашем регионе – одна из сильнейших базовых школ лапароскопии в России. Немаловажную роль в этом играет и то, что базы Рязанского медуниверситета являются одними из передовых в стране. Абсолютно точно. По моим данным, всего три вуза, два вуза и один центр подготовки хирургов в Казани имеют такую лабораторию. И более того, это необходимая ступень для подготовки хирургов. Это будут лучшие хирурги, одни из лучших. Потому что и теоретический набор знаний, и практические навыки доведены до совершенства практически. И более того, я скажу, совсем немногие даже уже практикующие хирурги могут похвастаться вот такими умениями, которые демонстрируют наши студенты. На выполнение операции отведен час, но команда нашего вуза справилась за 45 минут. Судьи оценили не только время, но и качество выполнения заданий, герметичность, работу с инструментами, слаженность работы хирургической бригады. По результатам набранных баллов лучше оказалась команда наших студентов. На этом все. Новости и другие программы вы можете также смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова